Приветствую вас на первом циничном канале, и наш сегодняшний сюжет будет в некоторой степени посвящен тишине. А тех, кто досмотрит его до конца, ждет небольшой бонус. Я достану из шкафа один маленький, но очень интересный скелетик. Итак, существует легенда, согласно которой Исааку Ньютону на голову упало яблоко, после чего он сразу же открыл закон всемирного тяготения. Так вот, недавно я тоже открыл один очень интересный закон. Я назвал его закон «Бараней тишины». Если не всемирный, то всяко-всероссийский, а там как знать. И сейчас я поделюсь с вами своими научными изысканиями, которые предшествовали открытию этого закона. Еще в 90-е годы, когда я учился в школе, в старших классах, с нас постоянно драли какие-то поборы. На нужды класса это называлось, на день рождения директора, на день рождения классного руководителя и так далее. То есть поборы, 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 но это 90-е годы. И вот как-то раз человек 5 учеников, наиболее стойких, не желавших сдавать эти поборы, вызывают на беседу к директору. Ну и в том числе вашу покорную услугу, естественно. Директор перед нами сидит, мы как овцы перед ним стоим. И вот он начинает нас прорабатывать, что не нравится, забирайте документы. Не знаю, откуда, по его мнению, должны были деньги у детей взяться, но тем не менее. Забирайте документы или сдавайте, как все сдают. Все стоят молчат, как, собственно, молчали и 700 человек оставшихся учеников, как молчали и их родители, то есть больше тысячи всяко, если где-то по полтора брать на человека. Все молчали. И вот меня, конечно, обида тогда взяла. Думаю, ведь как бараны перед ним стоим. Вот реально, как будто просто стричь взялся. Ну и ладно. Выходим из кабинета, и у меня мысль крутится. Посоветоваться, что ли, с ребятами, может быть, взять анонимку на него написать, потому что уж больно уверенно себя человек чувствует. Под статьей ходит, а так уверенно чувствует. Захожу в туалет, там моча примерно на сантиметр стоит, и вот эти вот мои однокашники, человека 4, стоят в этой моче и пиво пьют. И вот тут я подумал, а почему, думаю, директор не прав-то был, а не скот. Они и есть скот. Он относился к ним, как к скоту. И вполне был прав. Не стал я с ними советоваться, анонимки написал сам. Полностью разгромный эффект. Больше поборос нас никто долго очень не требовал. Короче говоря, все сработало. Но что меня тогда поразило, что мне это очень легко далось. В 15-16 лет я запросто сделал то, что не могли сделать 700 учеников. Ну ладно, там младшую школу не берем. Ну и по полтора родителей на каждого. То есть полторы тысячи взрослых там примерно не могли это сделать. Чик и готово. Следующая зарисовка. Работал я уже в налоговой. Это начало нулевых годов. И вот была у меня сотрудница одна, которая не могла никак внука устроить в детский сад. И все плакалось, что заведующая с нее опять же вымогает какие-то там деньги. Может быть не непосредственно взятку, может быть на нужды группы это так называемые сборы. И так далее. К нам постоянно ходила налоговая полиция на тот момент еще существовавшая. К нам постоянно ходил УБЭП. И подбивал к линии, скажем так, для сотрудничества. Им нужен был план. Им нужно было кого-то ловить и сажать. И вот когда мне эта уже сотрудница моя надоела по полной программе. С тем, что она внука не может устроить. Я говорю, что ну а что вы не сдадите эту заведующую? Вон УБЭП ходит. Сейчас вам спасибо скажут, вы имплант сделаете. Да ну, внуку как-то вот гадить неохота. Тогда меня это тоже поразило. По сути, ну кто такая заведующая? Ну тетка там а-ля 50 плюс-минус. Как собственная сотрудница эта моя. То же самое. Одна из них не боится под статьей ходить. Тогда еще за это уголовное дело заводили. В отличие от нынешних времен. Другая боится там внуку навредить. Которую она может в соседний детсад устроить. Или в этот же детсад. И новая заведующая будет перед ним по струнке смирно ходить. Зная судьбу предыдущей заведующей. Вот это меня поразило. Еще одна зарисовка из жизни. Еду в центре ночью. Еще не особо водить умел. Разворачиваюсь. Не заметил знак. Тут же меня гайцы тормозят. Выходим. Ну давайте права. Ну вот стоит мнется с правами. Вот под знак проехали. Лишение прав. Это я потом узнал, что это не лишение было. А штраф полторы тысячи. Ну ладно. Ну вот мнется, мнется. Думаю, да ладно. Пусть составляет протокол. Естественно ничего ему предлагать не стал. И в какой-то момент он мне шепотом выдает. У вас что, совсем ничего нет? И почему-то я тоже шепотом отвечаю. Нет. Он мне с такой обидой, как вот, не знаю, девочку, у которой честь отобрали. Отдает права и уходит. Так ничего и не получил. Но тут меня больше всего удивило другое. Почему я-то шепотом отвечал? Почему мне-то? Разве я что-то украл? Почему мне-то не сказать было, что... А что вы имеете в виду? Товарищ охранник правопорядка. У него бочко в кулак сжалось. Не у меня. Ну вот, понимаете что? Появился в России, по крайней мере, какой-то закон хищника. Вот кто пытается урвать, тот и прав. А остальные молчат. Это что-то вроде гопника. Молчи, а то хуже будет. Но в случае с гопником, действительно, вас могут, там, не знаю, ножом пырнуть или отверткой. И действительно, может хуже оказаться. И, может быть, в некоторых случаях лучше что-то отдать. Но во многих случаях молчат даже, когда тот, кто нападает, значительно больше рискует, чем рискуете вы. Чем рисковали бы родители тех же детей, которые бы написали анонимку на директора. И директору, когда я написал анонимку, по шапке дали очень сильно. Следующий момент. Это когда мы молчим просто. Но появляется, скажем так, усугубленная версия этого же закона. Когда мы начинаем покрывать преступника, фактически. Вспомним больницу в Белгородской то ли области, то ли непосредственно в Белгороде. Известный случай, где врач одним ударом, от нефиг делать, убил больного. Вроде бы больной приставал к его медсестре, тот зашел, ударом в шею, больной готов. Врач получил 9 лет. Видео попало в YouTube. И, собственно, судя по всему, именно поэтому врача посадили. А так бы был очередной там инфаркт или инсульт. Но обратите внимание, посмотрите это видео. Через несколько минут после того, как врач убивает пациента, появляется уборщица и затирает швабры следы крови. Почему не посадили уборщицу? Почему не посадили того, кто дал команду затереть следы крови? До сих пор не понимаю. В чистом виде соучастия. Сокрытие следов преступления, умышленное. Но, тем не менее, обратите вот на это внимание. Зачем уборщица покрывать врача? Идти, в общем-то, на риск. Соучастие получить. Зачем? Мораль какая-то? Какая мораль? Он человека убил. Просто взял и ни за что убил человека. Кого она покрывает? Она покрывает убийцу. Ради чего? Ради морали? Нет. Ради закона? Да, она сама подставляется по полной программе. Но, тем не менее, вот есть мразь, а все остальные так или иначе пытаются ее скрыть. Вот эти бараны, которые будут... Хотя, вроде бы, не в их интересах. Завтра он ее сына точно так же убьет. Вот, собственно, это и есть этот закон бараньей тишины. Ну, а теперь бонус для тех, кто досмотрел. Скелет из шкафа. В тему, собственно, по закону бараньей тишины. В свое время учился я в одном институте. Академии на тот момент. Естественно, фамилии называть не буду и названий института тоже. Потому что люди эти живы еще, к сожалению. Итак, была одна академия, где училась группа, ну, скажем так, состоящая из госслужащих. Были объединены две группы в одну. Примерно по 30 человек. Может быть, по 35. И вот эта вот сводная группа составляла где-то 60-70 человек. С этой группы на каждую сессию драли деньги. Собирали через старост. И, соответственно, преподаватели потом получали конвертик перед каждым экзаменом. Деньги драли как с баранов. То есть даже не как, наверное, с кабана, на которого охотятся. А как с барана. Подошел отстриг. То есть не было механизма отомстить за то, что деньги вы не сдали. Всем одинаково ставили тройки по умолчанию, четверки, если вы ее конючить начинали, и пятерки, если вы ее конючили долго. Всем все это ставили. Ну, и практически все сдавали эти деньги. И вот как-то раз мне надоело. Неправильно начал. Неправильно немножко оговорюсь. Так вот, как-то раз кто-то написал письмо, что так и так старосты бабки собирают. А старосты были те же самые госслужащие. И письмо послали в главное управление по городу Москве. Той госслужбы, к которой они относились. На следующую сессию у людей задымило, как сейчас говорят. Кто? Кто? Какая скотина? Так вот, знаете, что интересно? Всю группу драли, и вся группа вот этих вот госслужащих все пыталась понять, кто же это, кто. Чтобы отомстить каким-то образом. Вот что интересно. Его дерут, а он недоволен, что теперь его драть не будут. Ну и так, группа так и не поняла, кто это был. А теперь скелеты шкафа. Господа, прошу любить и жаловать. Кто помнит, тот поймет. Старост, не помню, как звали. Одну звали, одна старая была, другая молодая. А молодую звали Лида. Ни фамилии, ничего не помню. Вот так. Один из 70 не промолчал. Не подвергся, скажем так, закону бараней тишины. И поэтому кое-кому подожгли пердак. Ну вот, собственно, на этом все на сегодня. Кому понравилось, подписывайтесь и ждите новых сюжетов. И новых скелетов из шкафа. Это тоже обещаю.